Привет, это Слайм Ранчер 2, и мы продолжаем выводить новеньких слаймиков. Короче, в прошлой серии я вывел вот таких вот. Это фосфоромяуровые ларго. Такие были в первом еще слайме у меня, в Слайм Ранчере. А вот хлопково-фосфорных у меня не было никогда, потому что хлопковые слаймы появились только во второй серии, во второй части Слайм Ранчер. Я, короче, выведу сперва одного такого, посмотрю, как он будет выглядеть. Иди сюда. Обязательно в этот загон, потому что тут есть ночник. Так, и ему нужен фосфорный. Вот, хлопковый, держи фосфорный. Лорд, кушай, кушай, ням-ням. Так, подожди, дай я тебя вытащу. Я хочу на тебя посмотреть. Какой ты красивый, блин, прям на солнце тебя вытащил. О, лепоташечка какой-нибудь забавненький. Да. Он сливается с Мюровым, но у него на самом деле уши, смотри, как у кролика. Вот, вот, вот сюда тебя поставлю. Сверху давай. Вон какие у него ушки забавные. Вот так вот. Он еще и летает. Ну, в принципе, как и все в этом загоне. У меня тут уже морковочка позрела. Сейчас покормлю своих слаймиков. Надо, кстати, посмотреть, какая любимая еда у наших товарищей. Слайм опять, да? У моих домашних питомцев, значит. У хлопкового любимая вот это вот, что это такое? Это какая-то ягода, но я пока не знаю, что я не встречал таких. У Мюровых слаймов, кстати, курица. Любимая еда. Но не простая, а какая-то вот белая. Ладно, я учту. У фосфорных любимая это кубические ягоды, кубника. Так, мы ее сейчас соберем. Она как раз тут позрела. А, соответственно, если я их буду кормить любимой едой, они будут давать в два раза больше плортов. По крайней мере, в первой части слайм-ранчер так и было. Вот сейчас мы эту и проверим. Ребят, держите. Вы уже, я вижу, кушать хотите? Да-да-да, вон сердечки появляются. Это их любимая еда. И плортов в два раза больше, соответственно. То, что нужно. А морковочку вот этим ребятам кушайте. Я скоро этот загон очищу. Вот этих ребят выпущу на волю. Сделаю загон темным. И здесь у меня будут фосфора. Японский! Как так вышло-то? Блин, я с хлопковым его оставил. Вероломные, агрессивные, радужные разрушители. Пошел вон. Ё-моё, весь загон просто коту под хвост. А плорты-то хоть собрались? Да. Я забыл то, что у меня же там хлопковый один был. И вот что получилось. Выбил варов, называется. Нет, конечно, конечно, это круто, что у меня есть вары. Самые опасные слаймы на этом запределье. Но кому они нужны, когда они не дают плорты? Какой с ними бизнес можно иметь, да? Ой, посмотри-ка, они лопаются. Стой, 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 стой. Смотри, видал, как они лопаются? Просто взял и лопнул. Видимо, у них есть срок годности. Я один меня, кстати, цапнуть умудрился. Ну, что я тебе хочу сказать? Значит, фосфорные мы собираем. Ничего страшного, на самом деле, в этом нет. У меня куча фосфорных плортов. Мы сейчас просто найдём миуровых... Миуровых моих чувачков. Вот они. Я снова вас нашёл, мои лучшие котейские другады. Я всё сейчас верну. Притащил миуровых саламиков обратно. 11 штук на этот раз. Вот. И сейчас им скормлю плорты фосфорных. И восстановлю загон. Это, конечно же, была фатальная ошибка. Оставить там фосфора хлопкового слайма. Но ничего необратимого здесь нет. Всё. Загон восстановлен. Как он радужно светится. Это просто красота. Ребятки, у вас здесь что с плортами? Вы же там всю морковку съели. Отлично. Вот. Хлопковых здесь на балом. Это здорово. Ой-ой-ой-ой. У меня всё забито. Всё битком. Так, подожди. Надо продать. Посмотрим на цены. Смотри. Розовый в прошлый раз был 12 монет. А сейчас 5. Хлопковый 11. Фосфорный 15. А когда-то он был 27. В прошлой серии он был 27. И мяуровый 11. Вообще, что-то... Что происходит? Почему курс так скачет? То вниз, то вверх. Но сейчас он очень низкий, конечно. Невыгодно продавать плорты, но деньги нужны. Что поделать? Значит, что я делаю? Я вот этот загон превращаю в ночной. Ночной. Вот. Вот этих вот чувачков мы выпускаем на волю. Желательно туда подальше. Чтоб они тут не скакали. По нашему дому. Все. Загон зачищен. У меня теперь тусовка под открытым небом. Вот здесь происходит. Надеюсь, они разбегутся. Собираю оставшиеся здесь плорты. Которые не влезли в мой суммарь. Сейчас их продам. А хлопков высвобождаем сюда. Сейчас наберем фосфорных плортов. И скрестим их. Ну что, ребята. Давайте скрещиваться. Значит, я придачу еще хлопковых. Вот у меня три плорта фосфорных. Кушайте. И сейчас мы еще плорты достанем. Покормив вот этих вот чувачков моих. Ребят, гадайте мне, пожалуйста, фосфора побольше. Мне это нужно для того, чтобы скрестить их с другими слаймами. Нажимаем на наш насос. Подзазывает, подзазывает. Так, девять фосфорных. Отлично. Здесь у нас миурфы. Все четко. Пойдем, доскрещиваем. И все. У меня загон из хлопковых фосфорными закончен. Кушайте, мальцы. Кушайте. Набирайтесь массой. Ты спросишь меня, почему я их скрестил именно с фосфорными? Потому что у фосфорных есть любимая еда под названием кубника. Вот, как мы это уже ранее с тобой узнали. А кубника у меня растет здесь. А, соответственно, я буду получать в два раза больше плортов. И с этого загона, и с этого. Поэтому выгодно. А теперь, чтобы бизнес шел в гору, мне нужно сделать еще один сад. Сейчас я, наверное... Так, где бы сделать сад? Мы, наверное, вот это вот уберем. Уберем. Блин, это денег будет стоить. Ну да ладно. Давай его удалим. За 350. Нет, у меня денег тогда не останется. Не буду я удалять. Я просто отсюда морковку уберу. Можно же убрать морковку? Да, можно. Это будет стоить 50 монет. Поэтому сделаем. Так будет выгоднее. И сейчас я вот здесь вот еще закину удобрение. Тем самым у меня будет больше урожая. Все. Чернозем есть. Так что все хорошо. Пойду сейчас кубнику достану. А то пока моя вырастет, это очень долго. Ох ты, етись голоди. Смотри, снова варов. Тут полна разводилась. Я, конечно, могу вот так вот сделать. Так, стопой не трогайте его. Не жрите. А, меня укусили. Не жрите их. Это мои любимые слаймики. Хлопковые. Ой-ой-ой, не успел. Так. Я их всех выкинул. Туда, надеюсь, там вода. Да, там вода? Нет, там не вода. Вон здесь. Негодяй. А вот тут вода, да? Вон туда летите. Черт. Черт, я хочу спасти всех. Но что-то как-то не получается у меня. Воду у вас всех. Воду. Топитесь. Прямо вот сейчас тебя возьму вот так вот. Хопа. Бай-бай. Я всех спас. Я красавчик. Прикинь, прикинь, что? Вот эти кувшинчики, их можно присасывать. И, возможно, разбивать. Обалдеть. О, кубника, кстати. Она мне нужна была. Я, кстати, где-то еще такой кувшинчик видел в прошлой серии. Но не помню где. А сейчас мне нужно посадить кубнику. И желательно устроить полив ей. Автополив еще купить. Но он стоит 500 монет. Блин, это капец, как дорого. У меня пока что еще нет таких денег. Всего лишь 150 монет и он появится. Бродил по острову в поисках чего-нибудь интересного и набродил на хлопкового горда. Ё-моё, какой ты здоровый, веселый, ушастый. О, гляди, а это что такое? Водяной латук. Это же, это же любимая ягода. По-моему, хлопкового. Где я? Это он? Не он? Сейчас, минуточку. Мне надо куда-то плорты выкинуть. Либо ягоду, наверное, плорты. Все-таки я выкину. Минуточку. Блин. Только не фосфорные, они дорогие. Давай розовый лучше. Розовый давай выкинем. Вот так вот. А вот это я попробую взять. Ну да, водяной латук. Единственный в мире стакан воды с суточной нормой клетчатки. И именно вот это вот любит, по-моему, хлопковый, да? Да, точно. Ха. А их можно посадить, интересно? О-о-о, дружочек, давай-ка ты куда-нибудь туда полетай в космос. А я побегу отсюда. У меня есть коварный план. Вон, короче, я хочу попасть вот сюда. Но туда так просто не попасть. Поэтому я сейчас попробую запрыгнуть сюда. О, тут можно прям залезть, да? О, круто. Круто, круто, круто. Мы наверху. Тут никаких тайников случайно нету. Значит, мы наверху. Вот там вот как будто, возможно, тайник. Смотри. О, горшок. Вон горшок. Вроде как это горшок надо спустить сейчас. Значит, так, минуточку. Куда я смотрю? По карте. О, туда мне надо. Там, видишь, вот эта вот горка, она преграждает туда путь. И туда можно попасть только через верх. Если я вот так вот хоп-хоп-хоп-хоп и туда попаду. Но прежде чем я это сделаю, чтобы потом не забыть, здесь есть сосуд. Надо его разбить. И что там у нас? Куча монеток. И эпога фрукт с курицей. Как бы, ну, такой. Причем кур-курица. Белая курица. Ммм. Ладно. Неинтересно пока что мне это все. А снова прыгаем наверх. Вот так вот. Там дофига варов нет. Это я к ним спустился. Е-мое, смотри, какая грядка огромная. Этих варов. О, вот это я заберу, наверное. Все, пока, ребята. Пока. Вот здесь вот я поднимался. Давай, 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 залази. Черт, что-то не залазится. А что случилось? Вот. Вот, вот, вот. Отлично. Все хорошо. Вот. Вот так вот. Значит, мне нужно теперь... Мне теперь... Вот отсюда я прыгаю. Вот сюда. Так, так, так. И кажется, я залез. Кажется, у меня получились. Здесь вот опасная зона. Злые. Ларгу. Могу по низу пройти, могу по верху. Ладно, пойдем спустимся вниз сейчас. К злобным ларгу. Ребят, только не бейте меня, пожалуйста. Вот я тут, и что мы тут имеем? Есть что интересненькое? А, тайник. Я вижу тайник. А с другой стороны его, наверное, не обойти, поэтому придется прыгать вот сюда. Тут у нас что? Тут проход. Ну и не зря я сюда залез, получается, да? Главное, чтобы... Ничего с собой нести. Розовый варп-хранилище. Набор из двух устройств для переноса ресурсов между двумя точками. Отлично. Очень хорошо. Очень хорошо. Сейчас еще пошаримся здесь по этому острову. Уверен, может, что-нибудь найдем. Ого, а это что такое? Что это? Может, тут телепорты какие-то есть? Я о них ничего не знаю. Пока что. Интересная штукенция. Ну, допустим. Вроде бы я здесь все осмотрел. О, здесь вот еще можно пройти. Водичка. Ну все, получается, я здесь все осмотрел. Можно возвращаться. Ребятульки мои, тут голодненькие. Наверное, уже заждались меня. Да, ребят, я вам принес кубнички. Кушайте, 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 кушайте. О, любимая еда, да? Как здорово. Как же это здорово. Так, здесь еще кубника поспела. Надо собрать. Покормить другой загон. И нужно решить вопрос с водянистым луком. Чтобы его тут где-нибудь посадить. Это тоже любимая еда наших хлопковых слаймиков. А тут-то, ребятки, смотри, как они качаются и ждут меня. Я принес вам еду. Надо кушать, кушать. Съедай. Ммм. Много плортов. Много денег. Значит, вот эти плорочки мы с тобой скидываем. Подзаработаем мальца. Вот это тоже скидываем. Отлично. И сейчас я на эти деньги куплю себе. Куплю вон тот вот загон. Я, наверное, его уберу. Давай мы его уберем. Все-таки продадим. Вот сюда нам. Купить. Да. Убрать. И покупаю сад. Купить. И сюда я хочу посадить вот этот вот лук. Да, можно. Он будет тут расти. Чудесно. Чудесно. У меня теперь есть лук. Ребятки, вот, кушайте. Это тоже ваша любимая еда. Кушайте, кушайте. Ты посмотри, у меня тут уже прилично так плортов. У меня в карманы это все не влезет. Ладно, забираем сколько сможем. Бизнес попер. Сейчас мы сделаем поливальную станцию. Отлично. И там сейчас еще заберем миуровые плорты. Миуровые плорты есть. Денег навалом. А это говорит о том, что мы сейчас сможем заняться разработкой. Наконец-то. Но сперва поливалки сделать надо. Так, так, так. А что по цене? Что по цене? Да, немножечко плорты поднялись в цене. Это здорово. Это очень здорово, я тебе хочу сказать. Денег отлично много, прилично. Еще чуть-чуть и будет косарик. Значит, поливалки. Поливалку покупаем. Да. А ее водой надо? Надо? Нет, не надо. А, она сама поливает. Отлично. Воду сюда таскать не нужно. Значит, у вас здесь вот надо... Ого, вот это забираем. У вас здесь вот надо чернозем тоже сделать. Купить. И полив. Сейчас, сейчас будет полив. Сейчас будет. Так, ребятки, вот вам еще кубника. И докупаем еще поливку. Пугала нам, в принципе, пока что не нужны. Причем эти пугалы нужны для того, чтобы своих же слаймов, ну или чужих, которые ко мне на грядку залетят, отпугивать. Чтоб они не ели, допустим, вот кубника у меня тут валяется. Пускай она валяется. Не надо ее есть. Я лучше оставлю ее на потом. Ну или скормлю сейчас. Значит, собираем остатки плортов и идем в нашу лабораторию. Ну здравствуй, моя лаборатория. Давненько я не был здесь. Ну как бы это не моя лаборатория. Я в принципе имею ввиду, что я давно не был в лаборатории. Слайм ранчер. Значит, ботиночки. Тут ботиночки уже кто-то делает. Кто это мне ботинки делает? Минуточку, секундочку. Кстати, чтобы сделать ботинки бумплорд, это понятно. Я же хотел тогда ранец сделать, но я упустил момент, что тут нужна лучистая руда. Вот. А ее, чтобы добыть, нам нужен по-любому пожинатель ресурсов. Он стоит всего-то фигня какую-то. И плюс хлопок нужно. Хлопки, хлопки, хлопки. Давай закинем хлопковую вот сюда. Хлопковую у нас есть. Поэтому мы сейчас, наверное, первое устройство, которое сделаем, это будет пожинатель ресурсов. Пойдем немножечко еще денег подзаработаем. Ребятки, мне нужны хлопковые плорты. Срочно. Деньги я заработал от хлопковых плортов у меня маловато. Так что, давайте. Мне совсем чуть-чуть надо. Чтоб десяточка была. Я четыре затолкал, соответственно, шесть хлопковых плортов. Пожалуйста. Побыстрее. Хамячьте и плодите плорты. Как эти или что вы там с ними делаете, как вы их производите, я не знаю. Что с капустой, кстати? Она потихонечку растет. Сюда бы неплохо тоже чернозем бахнуть и разбрызгиваете ли. Эх, капусточка. Что ж так медленно-то? Что, 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 плорты есть, не? Поели, не поели? Есть, есть. Два, да. Отлично. Еще один. Кто-нибудь дайте еще один плорт. Нужно. Очень. Вон он валяется. Засасывая машинка. Нужно. Есть. Ииии. У меня теперь новое устройство. Но чтобы его купить, конечно же, нужно закинуть все вот сюда. В нашу бочку. Вроде бы все. Получается, что я могу это улучшение купить. Улучшить. Улучшить. Улучшено. Так что теперь у меня есть крутая штука, которая... Я только не знаю, как ей пользоваться. Кто-нибудь мне объяснит, как ей пользоваться вообще? А, ну это просто всасывающий механизм улучшенный. Поэтому пойдем затестим. Например, на руде. Вроде должно работать. Ребятки, не скучайте, я скоро вернусь. Папка придет с добычей. Я надеюсь на это. Вспомнить бы, где я еще руду-то видел. Ну, в принципе, она в пещерах встречается, во всяких закуточках. О, 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 кувшин, 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 кувшин. Что это у нас? Короче, смотрю, там слайм тусит. Думаю, туда можно залезть. Залажу вот так вот. А тут-то ничего. Хо-хо-хо-хо. О, и что же тут нам попадется? Сердечный элемент. Применяется в изготовлении для улучшения сердечного модуля вакапа. Круто. Так, давай карту посмотрим. И здесь еще на этой карте есть 14 тайников. Но я так полагаю, что эти тайники могут быть и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. На заблокированных территориях. Это как бы 100%. 100%. Это хорошо, что тайничок нашелся. А вот теперь мне нужна руда. Нашел еще один тайник. Еще один тайник на пляже. Вот здесь, вот здесь, вот тут. Заходим сюда за захлуток. Нифига себе, что-то мне фартит сегодня на тайники, капец как. Что нашел? Медпункт. Быстро восстанавливать здоровье в обмен на энергию. Ставить на ноги за секунды. Крутяк. А руда-то тут есть? Я что-то уже сколько брожу, ищу. И в основном только тайники находятся. А руды, которые тут были навалом, когда я начинал только играть, ее нету. Словно я кто-то сожрал. Или кто-то спрятал от меня, я не знаю. Вон она, вон она. Вон, вижу, 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 вижу. Спрыгиваем, спрыгиваем. Так. Давай попробуем. Что, не получилось? Получилось, 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 получилось. Получилось, желейный камень. Вон она что. Одновременно твердый и мягкий. Вот эти штуки мне нужны для устройств. Так что пошли искать еще больше этих желейных тайник. О, и сосуд. Нифига себе. Обалдеть. Так, подожди, давай карту посмотрим, где это. Этого здесь вот находится. Ага. Открываем, что же там. Что же, что же, что же, что же там. Изумрудный кипарис. Ну, я уже такое получал. Возможно, это другое дерево. Дерево с листьями богатого изумрудного цвета. Но это всего лишь листья. Еще один тайник, смотри, убедем. Пока лазил тут по горам, вон там вот он стоит. Надо, короче, туда и лезть. Других вариантов у меня нету. Ну, полезли, ладно, через горы. Я, конечно, не знаю, я пролезу туда или нет. Может, об гордо как-то прыгнуть? Слушай, давай попробуем через гордо как-то. Гордон, а тебе можно попрыгать? Ты не против? Привет. Черт. Это не очень круто получается. Хотя, если сильно захотеть. Если сильно захотеть. Да нет, тут не запрыгнуть вообще никак. Через этот камень тоже никак. А через водичку она может поднимает, нет? Нет, она не поднимает. Эх, нашел, нашел еще, еще руду. Но она находится очень опасно. Надеюсь, что у меня получится. Оп, оп, да. Пять штук желейных камней. Отлично. Смотри, что заметил. Я, короче, выбегал вот с этой пещеры и смотрю. Вон там вот снизу есть проход какой-то. Давай спрыгнем. Куда он ведет? Эта пещерочка. Ого, она довольно глубокая, далекая. Тайник. Ха-ха-ха-ха. Где находится? Вот здесь вот она находится. Рядом с плорто-приемником. И что же тут? И что же тут? Силовой чип. Применяется в изготовлении для улучшения силового ядра вакпака. О-о-о, ладно, я потом посмотрю, что я могу сделать с этим. Ага, вот как сюда можно попасть. Вот тут спускаешься, значит, вот так вот. И попадаешь в эту пещерку. Окей. Сейчас, короче, психаную, чисто случайно возьму и найду все тайники. Четырнадцать штук на этом острове. Ага, нашел. Нашел еще руду. Так, разрешите, я тут пробегу. Спряталась она вот здесь вот. Так. Ништячок. Семь штук уже есть. Балдежно. И вот еще одна руда. Возле тайничка в пещерах. Сейчас я покажу, у них всякие случаи на карте. О, тут целых три штуки. Ну вот, куда я хотел пробраться. Вот тут вот тупичок такой, который мешал. Я через гор вот сюда пропрыгивал. Так что... Тут мои ребятки, наверное, уже проголодались. А я принес. Я не с пустыми руками там вон. Так, здесь у нас вроде нормально, бодрячком. А тут уже слюнки. Тут уже слюнки. Держите. Вот так вот. А капусту вам. Знаете, капусту. Это ваша любимая еда. Кобанику сейчас я быстренько всю соберу, покормлю. Вот. Урожай навалом, конечно. Прям хорошечно. И капусточка у меня тоже на грядках уже выросла. Кушайте, ребята, капусточку, чтобы быть здоровей и переносить папочки лавандосы. А теперь бежим в нашу лабораторию, посмотрим, для какого устройства нам нужны были эти желейные камни. Так, значит, желейные камни. Желейные камни. Куда ж вы нужны были нам? Желейные камни. Песок. Вот. Импульсная волна. Порхающий плорт нужен, чтобы эту импульсную волну сделать. И дикий мёд. Дикий мёд. И ты капец. Ну, короче, в любом случае это отправляется сюда. Потому что больше я с ними ничего сделать не могу. А следующее наше улучшение будет это силовое ядро, которое увеличит запас энергии до 150. Сейчас у меня 100, а будет 150. Да, энергии нам явно не хватает, но для этого нам нужно побольше хлопка. Хлопковых плортов, я имею ввиду. Как раз у меня здесь его, в принципе, в достатке. Сейчас ещё подсоберём. 20-очку, пожалуйста, нам. Вот, отлично. Этого будет вполне нормальненько. А вот эти вот мы сейчас плорты продадим. И должно нам хватить на улучшение. Ещё можно было бы, конечно, сразу же и сердечный сделать модуль. Чтобы увеличить здоровье. Но пока что мне тут не с кем сражаться, и здоровья у меня хватает. Вполне. Более чем. Значит, а сколько там нужно было? Десяток. Десяток. Раз, два, три, 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 три. Всё. Десять? Да, ровно десять. Отлично. Остальное продам. Значит, вроде бы всё. Можем улучшить. Еее. Улучшить, чтобы следующее улучшение получить, нужно, смотри, сколько всего. Ух, а всего можно улучшить четыре раза силовое ядро. Да. Силовой чип. Про нефть. Желейный камень у нас есть. Плорт не топрыка. Какой-то новый слайм, видимо. Я и раньше не слышал о таком плорте. Ну и, соответственно, теперь сердечный модуль. Нужны просто розовые плорты и 450 нюбаксов. Погнали. Розовые плорты. Я сейчас их пойду собирать, но сперва нужно вот эти собрать и продать, чтобы денежку заиметь. А розовые плорты я пойду собирать с диких слаймов. Как бы их там навалом, почему бы и нет. Я думаю, они не обидятся. Кстати, ты посмотри. Хлопковые плорты самые дорогие сейчас. Мюровые десяточку. Фосфорные двенадцать. А хлопковые, они ещё даже продолжают расти в цене. Хо-хо-хо. Блин, у меня здесь столько плортов. Ну это капец. У меня таких карманцев-то реально нет. У меня всего по двадцатку власть. Надо увеличивать карманцы свои. У меня уже, между прочим, 1181 монета. Я немножечко двигаюсь к успеху. Хочется, конечно, здесь займеть миллиончик. Но... Скоро мы к нему придём, я думаю. Парни, вы ж не против, да, то, что я вас плортики пособираю? Вам же на них начихать? Ну как бы... Почему бы и нет, раз тут валяются и другие плорты. Можно и фосфорные, и хлопковые пособирать. Вот, например. Прокурить всё, думаю. Да, думаю, нафиг они. Ну вот и набрал розовых плортов. Тринадцать штук. В принципе, этого уже достаточно. Даже уже перебор. Я все их прям туда затолкаю, в нашу бочку. Парни, я вам тут новых фруктиков притащил. Держите. Туда четыре, сюда четыре. Вот, кушайте. Преобразователь, ты готов? Впихнуть себе 15 плортов розовых. Вот. И вот эти тоже пихнём. И эти тоже пихнём. Пускай будет. Значит, сердечный модуль. Улучшаем. Да. У меня теперь 150 здоровья, 150 энергии. Круто. Для всего остального мне нужны плорты. Ну тут ладно. Тут плорты-то есть, а лучистая руда. Это мне нужно открывать другие, видимо, области. Что ж, пойдём посмотрим, что я смогу открыть. Но прежде чем мы отправимся туда, я хочу поговорить с нашим давнишним дружбаном. Я с ним свяжусь и скажу. Хей, привет, Виктор. Я тут на Радужном острове. Чё, позвоним? Привет. Есть кто? Беатрикс? Ты видишь это сообщение? Проверка? Проверка? Эх. Вдруг ты затерялась в море на таинственной лодке, которой никогда не будет суждено... Что? Что? Ой! Да я ж просто забыл включить дисплей. Рад снова видеть твою улыбку, Беатрикс. Невероятно скучал по тебе, мой дорогой друг. Я, конечно, очень рад, что ты отправилась навстречу новым приключениям, но некоторые мои данные говорят, что всё не так-то просто. Прошлой ночью мне пришло сообщение от какой-то программы с искусственным интеллектом. Оно написано кодом, но я такого не знаю. Как раз анализирую его, но уверен, это сообщение прислали оттуда же, где ты сейчас находишься, с этого загадочного радужного острова. Что мы имеем? Загадочная лодка доставила тебя на загадочный остров, и я сразу получаю загадочный код с этого самого загадочного острова. Всё это выглядит довольно... любопытно. Ну, мне есть над чем поработать, а ты лучше принимайся за исследование. О, чуть не забыл. Возьми этот портал домой. Какой портал? Как ты мне его дашь? Ты мне перешлёшь его? С ним будет легче начать путешествие. О, спасибо, жёлтый телепорт домой. Круто. А на какой дом? Ну, походу, на радужный, то есть, где я сейчас нахожусь. Береги себя, Беатрикс, я буду на связи. Спасибо, дружище, я всегда в тебя верил, ты всегда мне помогал. Так, у меня есть телепорт. Как им пользоваться, я пока не знаю. Ладно. Пойдём откроем какую-нибудь территорию. Например, вот эту вот маленькую. Её будет легче всего сейчас исследовать, поэтому бежим туда. Бежим, бежим, бежим. Сколько она стоит, интересно? У меня денег столько хватит, нет? 1800. Чуть-чуть не хватило. Сейчас будет. Не вопрос. У меня там в загашнике. О, сколько еды-то тут, блин. Еды просто завались. Вот это вот заберу. Просто сейчас возьму, наверное, и еду закидаю. Закидаю в мои загончики, чтобы ребятки мои не голодали. А вообще, наверное, стоит купить уже кормушку. Так, парни, держите. Не скучайте. Я скоро вернусь. Я быстренько. И вот эти вот. Вот эти вот. Вот, вот, вот. Вон туда закинем сейчас. Вау, далеко летит. Всё прям в точку, как надо. Плортики продаём. И 1800 у меня в карманцах. Отлично. Покупаем открывашку для следующей области. Йо-хо-хо. Йо-хо-хо. Открываем. Убежище. Это прохладное. Сырое и заросшее грибами расширение для оранжереи. Спасёт от солнца как слаймов, так и хозяев ранч. О-о-о-о. Понятно. Блин. Блин. Понятно. Здесь я мог бы хранить фосфорных своих слаймиков. Если бы я это купил раньше. Но у меня тогда денег не было. А теперь-то у меня денег на малом. Хо-хо-хо. Это расширение ранчо, понятно. Я думал, это откроет, разблокирует мне какую-то новую область. Ну, как бы оно разблокировало. Но это ранчо. Тут нет слаймов. Это чисто моё убежище. Продолжение моего убежища. И тут, кстати, могут быть тайнички вполне реально спрятанные. Но пока что я их не вижу. Зачем этот выход сюда, а? Для чего его сделать? Чтобы наслаждаться морем. И вон той вот радугой. Ну, тут так атмосферненько грибы растут. Ну, в принципе, фосфорных я теперь могу сюда перетащить. И нафиг не покупать им теневую сетку. Хотя им и там неплохо. Ого-го, смотри, вон там вот. Такое ощущение, как будто вулкан только что взорвался. Кольцо дыма и очень яркое свечение. Ну, причем кольцо дыма, оно как будто замерло. Но, видишь, оно не двигается. Как ядерный взрыв. Ну, что ж, я думаю, что пора закругляться. Мы на сегодня много чего сделали. Много чего интересного. Сейчас еще карту гляну. Вот это вот карточки у меня очень любопытно. Да, где вот эти вот, смотри, квадратики. Это, соответственно, зоны расширения моего ранчо. Там я смогу построить новые загоны. Ясненько. Надо было раньше на это обратить внимание. Ну, что купили, то купили. Дальше, дальше, дальше. Что я хотел дальше сделать? А, не помню, что я хотел сделать. Это мы будем вспоминать уже в следующей серии. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Увидимся в следующем ролике. Так что до встречи. А, еще подписаться не забудь. Обязательно подписись и лайк поставь. Ну, все. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok